МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Спасите наших детей". Родители одной из школ города сообщили, что там распространяется наркотическая смесь на сваи. Последствия ДТП. После дорожного происшествия над одним из домов частного сектора на вис-столб. Накануне Хэллоуина в Оранжмоле уже отметили самый веселый и ужасный праздник. Это новости на ТНТ. В студии Андрей Фадеев. Здравствуйте. Легкодоступные наркотики. К нам обратились родители учащихся одной из школ города. Они обеспокоены здоровьем своих детей. В их учебном заведении распространяется на свай зеленая наркотическая смесь. Родители бьют тревогу, но на их жалобы никто не обращает внимания. Подробности в сюжете Александры Зелениной. Утром она его стала собирать в школу. Ну, что-то как бы, ну, никогда не находили. Она раз в карманы в этой новой курточке, и вот лежит этот пакетик. Просто с вечера она ему сказала, покажи, говорит, мне губу. Они ее ложат по губу. Он ей не стал показывать. Мутный взгляд и расслабленное состояние. Вот что заметили в поведении своих детей обеспокоенные родители. Куда обращаться, они уже не знают. В школе им говорят, что среди детей регулярно проводится лекция вреде наркотических средств. Но результатов пока нет. К тому же распространяют эту смесь на свай сами дети. Директор школы давать комментарии пока отказался. Сообщил лишь, что работа в этом направлении постоянно ведется. Но родители все же волнуются, ведь подростки очень восприимчивы и ведомы. К чему может привести сегодняшнее баловство, неизвестно. Да и где дети берут это вещество. Практически в любом месте города можно купить вот такой пакетик с зеленым порошком. Кстати, стоит он всего 25 рублей. Так что это за вещество, которое продается в свободном доступе? Да, конечно, посмотрите. Сейчас вы посмотрите. Насвай. Вид некурительного табачного изделия родом из Центральной Азии. Основные составляющие – табак и щелочь. В состав также могут входить растительные масла, зола растений и экскременты животных. Всасывание никотина в кровь происходит через слизистую оболочку ротовой полости. Употребление насвая вызывает никотиновую и психологическую зависимость. Насвай не входит в список наркотических средств. То есть привозят в Россию товар легально, как сигареты. Однако последствия от употребления насвая куда серьезнее. До 80% онкологических заболеваний, которые развиваются у потребителей насвая, это раковые заболевания губ, языка, ротовой полости и пищевода. И зачастую употребление насвая служит трамплином, так скажем, для употребления более тяжелых наркотиков. В том случае, если ощущения, которые получает потребитель при употреблении насвая, уже не хватает. Сотрудники полиции взяли на вооружение информацию о распространении насвая в школе. И в ближайшее время начнутся проверки. Родителям пока остается надеяться на бдительность органов и самим разговаривать дома с детьми. Донести до них, что они кладут в рот не просто смеси с табака и трав. В большинстве случаев в состав насвая входит куриный помет, который может содержать различные инфекции. Александра Зеленина, Лев Собуров, новости на ТНТ. Счет за спасение. За поиски 17-летних Натальи Симушевой и Юрия Смолкина, которые этим летом заблудились в Красновишерских лесах, придется заплатить 370 тысяч рублей. Напомним, двое подростков в июле этого года потерялись возле горного хребта «Кваркуш». Чтобы найти усольских потеряшек, спасатели, полиция и волонтеры развернули масштабную поисковую операцию. Была задействована и авиатехника, в частности вертолет Ми-8. Краевое управление МВД отправило на адрес начальника усольского управления образования письмо с требованием оплатить расходы на поисковую операцию в 370 тысяч рублей. Ведь ребята ушли в поход от кружка школы безопасности, который находится в непосредственном подчинении управления образования. Но группа не была зарегистрирована в МЧС, а у педагога группы не было даже удостоверения инструктора. Однако начальник управления образования усольского района расходы возмещать отказывается. В настоящий момент специалисты управления МВД готовят иск для возмещения расходов через суд. Приехали за кровью. Специалисты научно-производственного объединения «Биомед» объявили в Березняках дни донора. Мобильный пункт сдачи крови расположился в ДК «Азотчиков». Однако многие березняковцы остались недовольны условиями, в которых люди сдают кровь. В ситуации попыталась разобраться Евгения Кокшарова. Донорство – дело благое. Однако нашей съемочной группе внутри Дворца культуры снимать не разрешили. Якобы надо было заранее согласовывать съемку с московским руководством компании «Биомед». Но оставить в тайне процесс забора крови у пермских медиков так и не получилось. Через пару часов наши телезрители принесли в редакцию любительское видео. На этих кадрах видно, что березняковцы сдают кровь прямо в фойе дворца. Люди стоят в очереди в верхней одежде, а об ахилах здесь нет и речи. Горожане остались недовольны такими условиями. Здесь условия мне не нравятся, потому что, мало ли, вдруг человеку будет плохо. Вот сейчас на глазах мужчине стало плохо, его откачивали. И что он ни лечь не может, ни как-то… Ну, в общем, условий нет, я считаю. Надо все равно где-то в таком месте, где… Лечебных? Лечебных, да. А здесь это народу полно, посмотрите, там сколько людей собралось. Вот тут поставлено в коридоре, дети занимаются, они же маленькие многие, не понимают, бегают через все это помещение. Желательно бы где-то либо в том крыле, где сейчас одежда, либо в какой-то отдельный кабинет что ли поместить, чтобы было удобнее. Однако народу в фойе дворца было предостаточно. Это и понятно, ведь за 400 граммов крови всем донорам выдавали по 800 рублей и освобождение от работы на два дня. Мы связались по телефону с руководителем донорской службы компании «Биомед», и они сообщили, что условия мобильного пункта сдачи крови не всегда идеальны. Мы на выездах работаем уже как минимум 40 лет, и не всегда это идеальные условия, то есть это ни больницы, ни стационарные условия. Мы даже на улице берем, в автобусе, берем в клубах, в заводах, то есть это не всегда здравствует. То есть там, где нас пускают, там мы и берем. К тому же нам пояснили, кровь у березняковцев принимают не для переливания, а для переработки и изготовления препаратов. Но в отделении переливания крови в первой городской больнице «Биомед» не брал у березняковских врачей списки больных гепатитом, ВИЧ-инфекцией, туберкулезом, что, по словам наших врачей, довольно странно. Есть ли нарушения в действиях пермской компании «Биомед»? Об этом мы постараемся узнать у специалистов Роспотребнадзора. Об их мнении мы расскажем в следующих выпусках. Евгения Кокширова, Максим Колчанов, Лев Сабуров. Новости на ТНТ. Последствия ДТП. После дорожного происшествия на перекрестке уральских танкистов Льва Толстого над одним из домов частного сектора навис столб. Сергей Каленик встретился с хозяином дома, который не знает, как избавиться от бетонной угрозы. Не секрет, что это один из самых аварийных перекрестков нашего города. Аварии здесь происходят почти каждый день. Вот и в эти выходные произошло серьезное ДТП между автомобилями «Киа Спектра» и «Вазовской десяткой». В результате аварии был задет столб, который теперь может упасть на жилой дом. Александр Борисович живет в частном деревянном доме и уже третьи сутки не может спокойно спать. Его пугает столб, нависший прямо над его домом. Мужчина куда только не обращался, чтобы избавиться от такой неприятности. Но... Я куда только не звонил, меня везде вежливо провожают, как говорится. На мои вопросы никаких реакций нет. Что 112, что комитет благоустройств звонил. Мне бы его или убрали, или подстригли, потому что невозможно, страшно жить. После того, как мы обратились в службу благоустройства города, дело вроде бы сдвинулось с мертвой точки. Благоустроители обещали убрать опасный столб в ближайшее время. После демонтажа объекта, самого светофорного, опора осталась. Ну, сейчас, значит, по результатам летних обследований столб еще более-менее нормально стоял. Ну, в связи с последним ДТП, значит, то, что случилось, эта опора накренилась еще сильнее. Будем изыскивать средства, значит, для того, чтобы убрать эту опору. Остается надеяться, что за это время столб все же ни на кого не упадет. Бетонная конструкция угрожает жителям частного дома уже четвертый день. Сергей Каленик, Максим Колчанов, Новости на ТНТ. Важная информация. Из-за Дня народного единства, который по календарю выпадает на понедельник и является выходным днем, доставка пенсии на дом и другие социальные выплаты в начале ноября пенсионеры получат раньше обычного. Такая досрочная выплата касается только тех пенсионеров, которые обслуживаются муниципальным предприятием по доставке пенсий «Надежда». Если ваш график доставки пенсий выпадает на третье и четвертое число, то деньги принесут 1 ноября. Для тех, кто социальные выплаты забирает самостоятельно, кассы предприятия будут работать 1 и 2 ноября. Начиная с 5 ноября доставка пенсий будет производиться по установленному графику. И еще одна информация, на которую стоит обратить внимание. 1 ноября в рамках Дня памяти жертв политических репрессий во Дворце культуры Азотчиков состоится встреча репрессированных и пострадавших от политических репрессий березняковцев с главой города Сергеем Дьяковым. После встречи для всех присутствующих будет показан спектакль драматического театра «Бенефис» «Не покидай меня». Начало встречи в 17 часов. Также 1 ноября при предъявлении удостоверения репрессированные и пострадавшие от политических репрессий березняковцы смогут бесплатно посетить выставку икон «Жемчужины Древней Руси» в Березняковском историко-художественном музее имени Коновалова. Завтра, 31 октября, весь мир погрузится в атмосферу сказочного бытия. Вечером люди переоденутся в карнавальные костюмы, чтобы отметить веселый и ужасный Хэллоуин. А в торговом центре «Оранжмол» решили опередить события и уже устроили настоящий маскарад. Татьяна Александрова повстречала нечистую силу. Самый страшный праздник Хэллоуин или канун Дня всех святых принято отмечать в последние выходные октября. Именно в эти дни, по древним поверьям, обитатели потустороннего мира пробирались на землю. В наше время огромную популярность Хэллоуин заработал благодаря жутким костюмам, весельям и танцами до утра. «Вот уже второй год мы устраиваем в нашем центре такой необычный, таинственный праздник. Ну, если спросите, почему? Просто потому, что хотим веселья в эти серые пасмурные дни. И надеемся, что с каждым годом праздник этот будет наращивать обороты». Исчадие ада, разгуливающий под жуткую музыку первый этаж торгового центра, превратили в сцену из фильма ужасов. Но посетителей это не пугало. Принять обличие вампира или превратиться в ведьмочку мог любой желающий. Стоило только обратиться к гримеру. Он за символическую плату осуществлял превращение. А считают ли Хэллоуин праздником, достойным внимания, мы решили спросить у посетителей центра. «Да, считаю, что это настоящий праздник. Вампиры, все». «Это такой темный праздник, много всяких событий ночью происходит. Ну, страшно становится. Дома все разукрашиваемся, приходим, встречаемся, весело». «Ходим, пугаем всех на улице». «На самом деле праздник же, что, не повеселиться, не посмеяться». Празднование Хэллоуина отмечается во всем мире с 31 октября на 1 ноября. Так что у вас еще есть время подготовиться к веселью. А костюмы для праздника решили подобрать себе и Татьяна Александрова, Максим Колчанов. Новости на ТНТ. Мы делаем новости вместе с вами. Если вы хотите пожаловаться на проблему, вы сняли на видео необычное событие или происшествие. Вы знаете то, что будет интересно другим. Поделитесь этой информацией с нами. Автор лучшей новости недели получит вознаграждение 3000 рублей. Мы ждем ваших сообщений по телефону 20 16 20. Вы смотрели главные новости города. Далее вас ждет прогноз погоды и первая серия третьего сезона проекта «Это реально». А я прощаюсь. С вами был Андрей Фадеев. Всего доброго и только хороших новостей. Субтитры делал DimaTorzok Спонсор прогноза погоды «Климат-маркет. Технологии климата». Весь ассортимент климатического оборудования по низким ценам. Советский проспект 2. Впервые в Березняках и только в торговом доме «Уралавтозапчасть». Запчасти КАПК, ХОВО, ФАП, ШАНГСИ. Уралавтозапчасти. Березняки. Березняковская 109. На западе европейской территории в тыловой части циклона значительное понижение температуры будет связано с прохождением холодного фронта. В восточных регионах этот процесс будет менее резким. Быстрому перемещению холодного фронта будет препятствовать волна, образовавшаяся на этом атмосферном разделе и сохранение западных потоков. В восточных регионах этот процесс будет менее резким. Быстрому перемещению холодного фронта будет препятствовать волна, образовавшаяся на этом атмосферном разделе и сохранение западных потоков. 31 октября в Перми облачно, временами небольшой дождь. Плюс 3, плюс 5 градусов. В Александровске также облачно, временами небольшой дождь. И плюс 4, плюс 6 градусов. В Губахе плюс 4, плюс 6. Облачно, временами небольшой дождь. В Кизеле облачно, временами небольшой дождь. Плюс 4, плюс 6. В Соликамске также облачно, ночью дождь, днем небольшой дождь и плюс 4, плюс 6 градусов. В Березниках 31 октября облачно, ночью дождь, днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью от 0 до плюс 1, днем плюс 4, плюс 6 градусов. Атмосферное давление 738 миллиметров ртутного столба. Ветер западный, юго-западный 8-13 метров в секунду, порой до 20 метров в секунду. 31 октября солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное. Информация предоставлена Центром ФОБОС. Вы должны знать. Ультразвуковой увлажнитель воздуха стоит 1300 рублей. Технологии климата. Звоните 29 25 99. Адрес нашего магазина Советский проспект 2. Территория Агроснаб. Не создали китайские мудрецы в польско-машин помощников. И отправили их по всему миру. Но машинам нужны были запчасти. Мы узнали кратчайший путь к доставке лучших запчастей и спецтехники из Китая. Напрямую. Выгодно. Надежно. Торговый дом. Урал. Автозапчасть. Березняковская 109. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.